Вашему вниманию главный тренер футбольного клуба Тосна из одноименного города Ленинградской области Дмитрий Парфенов. Дмитрий Владимирович, будьте добры, поделитесь своими первыми впечатлениями о матче, потом будут вопросы. Добрый вечер, во-первых. Какие впечатления? Выиграли игру, ребята заслужили. Было огромное желание сюда ехать, именно победить. У нас приехало 12 человек полевых, понятно, что это наши проблемы, никому не интересны. И тем не менее, в двойне это победа, что дотерпели. Играет команда, я имею в виду факел, контролирует мяч, хорошо контролирует. Это мы и знали, это мы и готовились. В открытый футбол мы не хотели играть с ним, чтобы больше сохранить сил и перекрыть пространство. Отсюда, наверное, это и результат. Дмитрий Парфенович, по сезону, собственно говоря, считаете, что выполнили хотя бы какую-то часть установки или все-таки на следующий сезон планируете выходить? Громкими словами, не хочется бросаться, поэтому надо спокойно проанализировать. Конечно, то, что произошло там осенью, и, можно сказать, подняли голову, хотя нас там уже пеплом посыпали, это меня радует. И, по-моему, отрезок весенний прошли, по-моему, мы на втором месте по результатам. Это хорошая информация, да, это не успех какой-то, но для нас это информация хорошая, положительная, значит, хорошую работу провели зимой, хорошо подготовили ребят. Наверное, это их заслуга огромнейшая. Есть уже какая-то на следующий, на будущий год, уже какая-то определенность с тем, какие планы на будущее сегодня? Я сейчас говорю, я не начал с какими-то громкими словами после матча, что-то здесь. Сейчас приеду, буду с руководством разговаривать. Папа Ильич, ну-ка, традиционно, первые итоги матча подвините, пожалуйста. А потом еще вопросы. Ну, все хочу поздравить с окончанием чемпионата, поблагодарить, прежде всего, наших болельщиков за ту поддержку, которую мы чувствовали на протяжении всего сезона. Вас за объективное освещение событий игровых, житейских, связанных с командой «Фактин». Спасибо вам где-то за определенную конструктивную критику. Без этого, наверное, и нам сложно воспринимать какие-то моменты. Так, это есть критика, все, естественно, есть какие-то недочеты. Она обоснована, все, и мы прислушивались к этому, пытались все сделать для того, чтобы команда выступила как можно удачнее в чемпионате. То, что касаемо этой игры, начало неплохое, имели игровое и территориальное преимущество. Ну, так реально ничего не создали, все. И за счет ошибок, таких тактических ошибок наших в эпизодах, которые заговорились на мячи, мы владели мячом. Элементарная потеря, элементарные тактические ошибки в центральной зоне привели к тому, что были забиты два мяча нам. Ну, и потом команда ТОС наиграла по счету, 10 человек отошли назад. Команда опытная, укомплектована игроками, которые больше половины состава играли в премьер-лиге. И за счет опыта, играя по счету, все довели матч до победного конца. Поэтому, какие итоги. Пожалуйста, вопрос. Павел Катериевич, по поводу альшины, будет известно, хотя бы? Известно, как минимум у него разрыв связок, как минимум. А завтра МРТ покажет, что это та же травмированная нога, которой он долго лечился после перелома. Не исключен вариант, что может быть рецидив второй травмы. Ну, там он въехал, прям прыгнул в опорную ногу. Все, и там серьезно каждый день. Еще вопросы будут? Перед будущим сезоном планируются ли какие-то в команде усиления, возможно? И, собственно говоря, есть ли уже с руководством как-то говорилось, по поводу того, что на что будет команда в следующем сезоне претендовать? Ну, два дня назад Евгений Михайлович встречался с губернатором области. Назначена еще одна встреча. В четверг снова он будет встречаться. По всем организационным моментам будет решаться и будет поставлена задача. Будет поставлена задача. То, что касаемо ротации состава, естественно, она будет. Будет этот сезон показал, что у нас есть, несмотря на то, что я считаю, что команда достойно выступила первый год в футболной национальной лиге, у нас есть проблемные позиции. И последние игры, последние грани достаточно, скажем так, оголили наши те проблемы, которые есть. Усиление требует практически все линии, все линии, все линии, все. Поэтому селекционная работа у нас на протяжении всего сезона ведется. И сейчас мы будем стараться усилить меру своих возможностей. Возможности, конечно, мы хотели бы усилить практически все линии. Павел Витальевич, определились уже с теми людьми, с которыми будете расстаться? У нас есть группа игропов, у которых закончились контракты. Сейчас в ближайшие, ну, в принципе, уже вопрос решен. Да, есть ребята, с которыми мы не будем продлевать контракты. Есть ребята, которые имели шанс в чемпионате. Практически все имели, с учетом наших сложностей, которые возникли по ходу чемпионата, с большого количества травм, практически все, кто у нас был в заявке, имели возможность в большей или меньшей степени проявить свои качества. Кто-то, скажем так, дал какую-то определенную надежду на то, что я имею в виду группу молодых игроков, что они будут прогрессировать. Кто-то, в ком-то мы немножко, так скажем, не разочаровались, а видим, что пока они до команды ФНЕО не дотягивают. Но для этого нужно время, и нужно, чтобы ребята имели игровую практику. В связи с тем, что мы будем усиливаться, и усиливаться, скажем так, квалифицированными игроками. Хотели мы это сделать, у нас есть кандидаты на усиление. Но здесь много составляющих должно быть. И те ребята, которые молодые, естественно, что они должны иметь игровую практику. Кто-то уйдет в аренду, они останутся игроками фактов, но уйдут в аренду. Естественно, начнут все, с кем мы только не продлим соглашение, те после непродолжительной паузы команда соберется, тех уже не будет. А придут новые игроки. А остальным там посмотрим, дадим еще шанс какой-то, все определимся уже. Кто уйдет в аренду, кто останется. Это молодежи касается. Касается игроков, которые, на наш взгляд, есть и опытные игроки, на которых мы рассчитывали, но они не так проявили себя, как хотелось бы нам. Ну а главное, Павел Константинович, вы-то точно остаетесь в клубе? Ну, на сегодняшний день я главный тренер Факела. У меня контракт заканчивается 31-го числа, и у меня есть опция в контракте, что при решении задачи попадания команды в десятки автоматически пролонгируется контракт. Ну, здесь проблем я не вижу никаких, все, я так понимаю, что я продолжу работать в команде Факела. Павел Константинович, ну задача решена. Насколько вы довольны, какую оценку вы команду вообще поставили за сезон, если бы пятибалли на системе? Ну, на четверочку команда сыграла. С учетом всех тех сложностей, которые есть, были по ходу чемпионата. Если брать, ну, наверное, так вот, вы мне задали вопрос, да, я обратный вопрос вам задать вам, да. Вот скажите, если бы каждый сидящий здесь сказали, что по этому чемпионату команда шестое место займет, как бы было вас принять с вашей точки зрения? Большим сомнением. Что это, да, с большим сомнением, что эта команда может сделать, да. Но, тем не менее, стояла в десятку, команда решила, удовлетворен ли я результатами, да, некоторыми, ну, скажем так, играми удовлетворен. Есть, не очень яркие, может быть, были, но добилась команда этого результата. Хотя, такой осадок немножко неприятный остался, даже в этой ситуации. Опять же, я говорю, опять я возвращаюсь, не потому что я какие-то оправдательные моменты ищу, а с теми сложностями, вот, то количество травм и стабильности состава не было, все, ну, вот, все эти совокупности, все эти причины, где-то осадок остался неприятный. Мы практически до игры в Туле мы еще претендовали на, 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 на переходные, да, на право участвовать, на выход в премьер-либу. И реально мы могли это сделать, реально могли сделать. Ну, и то, что ребята сделали, такой результат, да, честь им и хвала им, и спасибо, спасибо за ту работу, которую они проделали. Я считаю, что тот результат, который есть на сегодняшний день, он более чем достойный. Павел Владимирович, ну, вот какой-то ответ для себя не нашли, но вопрос, почему все-таки по сравнению с осенней частью сезона так блекло сыграли наши ведущие нападающие весной Касьяна и Бирюков. И в связи с этим не было, не возникало такого сожаления, что Заболотного отдать белые военные. Ну, если возвращаться к Заболотному, да, то в той части, осенней части, да, летней осенней части, но Антон объективно проиграл конкурентную борьбу за место в основном составе, появлялся эпизодически. Опять же, нужно было играть, и его желание было, и поступило предложение отдать в аренду. И все поэтому, а то, что Бирюков и Касьян в весеннюю часть просто провалили, это ни для кого не секрет, да, если Миша в этой части два мяча забил, и Касьян один с пенальти в 14 играх, практически они все игры выходили в основном составе. Сегодня Касьян не вышел, и там порой игр было, Миша не выходил, а так связка была все. Но здесь мне некоторые моменты, о которых мне бы здесь не хотелось говорить, мне понятны, почему это произошло. Где-то они считали, что они на основном форварде, да, где-то снизили к себе требования немножко, немножко. А футбол не прощает такого отношения, да. Где-то слабинку дали, и все это сразу сказывается. И сказывается и на результатах команды, да. Там все, те игры, которые мы проигрывали, там, форварды должны решать задачу результативности, да. Вот результативность у них на двоих, я сказал, в 14 турах, плюс еще там прихватить нужно пару игр с осенней части, да, где они тоже не забили. Там матчи по 10 были, серии, где они не тут ни другого забивали. Была серия у них, там, по-моему, 7 игр подряд они забивали, 1 и 2 в каждой игре. Да, а потом такая, а от этого очень многое зависит. Все время, скажем так, не обостряя ситуацию внизу, то есть впереди, не делая результативных действий, не забивая мячей, на Грумска ложится, на среднюю линию, на линию, обороны, все, это взаимная связная вещь. Поэтому я считаю, что они очень-очень слабо провели весеннюю часть чемпионата. Будем разбираться, будем делать выводы, делать выводы. Значит, нужно конкуренцию усиливать, конкуренцию, то, что я уже сказал, усиливать все линии. Еще вопросы будут? Павел Контилеевич, касаемо Мичевленкова, весенней части, он, скажем так, стал первой заменой нашему береговую костьяну дает нападающему, все, пожалуй, согласятся, что он очень активен и работоспособный по раю, но тоже, дорога его исполнения мы видели всего один, это пустые ворота. И скорости ему не хватает, но и свои метрические данные он тоже не использует, как следует, как мне кажется. Есть понимание, может быть, что его снова надо отдать в аренду? Я думаю, что ему нужно дать шанс. Вы не забывайте возраст Мичуренко, да? Возраст Мичуренко и то, что парень, то, что он обучаем, да, и стремится играть, попасть в состав, все. Это делает ему честь, да, делает ему честь. Просто нужно время, время, чтобы парень, он во второй лиге-то не играл, в аренде в прошлом году, в Курске он был, да, а к нам пришел он практически не играл, он в юношеский футбол играл. Задатки есть у него, хорошие задатки. И стремление попасть и играть в основном составе, в команде, все. Поэтому он шанс получит, в отличие от некоторых молодых, он получит шанс.